Пути решения могут быть разные, разнообразные. Милана, мне кажется, все в ней заключено. Я не знаю, почему вы боитесь ее взять и напасть на нее. Просто на нее, просто поднажать. Ей много не надо, ей дать немножко, она сразу испугается. И она сейчас сам все выложит, и ключ отдаст от двери. Да где она испугается? Она сказала, я могу сидеть здесь с вами, сколько угодно. Я все равно вам ничего не скажу, не сделаю. Вон, надо прислушаться вообще к Корее. Милана. Милана, привет. Скажите, вы выпустите из нас или нет? Я отвечала на этот вопрос вчера. Слушайте, дама, я уже чувствую, что я очень плохо. Я могу упасть в уголок. Можно, пожалуйста? Нет. Милана. Если вы какой-то холодный обморок, то... Да помолчите, пожалуйста, но в конце концов. Возьмите, вот. Возьмите с меня все золото. Дайте мне ключ, минуту срочную тянет. Заберите, это все вам. Заберите, я вас прошу, заберите. Дайте ключ, пожалуйста, мне нужно вылезать. Ну ты вообще перед ней унижаешься, перед этой женщиной. Я вам объясняла, что я вам дверь не открою. Натя, цепочку еще, Натя. А почему вы не... Почему ты не откройте дверь? Подожди, давай поговорим. Почему? Я вам говорю. Заберите все. Откройте дверь мне, мне нужно уйти, я не могу здесь находиться. Не дави ты за ней не можешь. Ну я еще хочу кричать, диалога у нас с вами не получится. Я вам отдаю все, что у меня есть сейчас. Еще нужны вам деньги? Нет. Откройте мне дверь, мне нужно выйти. Нет, это не надо этого. Заберите, пожалуйста. А что вам нужно? Дверь открывай немедленно. Длина, успокойся, успокойся. Все время не откроется, да? Успокойся, вот человек пришел поговорить, нормально. Услышьте меня, больше я повторять этому не буду. Все, Катя, тормози. Я не открою вам дверь до момента, тогда вы не узнаете, для чего вы все здесь. А этот момент когда она станет? Скорая. Скорая? Ну вы вчера сказали, недолго, но уже прошло долго. Тихо, ладно, ладно, сегодня. Два сутки это долго? Ну ладно. Это вторые сутки. Ну ладно, это сегодня произойдет? Это произойдет скоро. Скорая. Хорошо, а до этого скоро можно, пожалуйста, нам одеяло, зубную щетку, хотя бы какую-нибудь? Косметику. Умыться не можем. Косметику, не знаю, зубную щетку и мыло хотя бы. Умыться нам можно умыться. Ежем не умеется. Хватец. Вода и руки, она говорит. Да вы и все одно по одному вот ей говорите. Она кажется, прости, я немного кипишу, но вы вот делаете одно по одному. Она приходит, вы то же самое делаете, она уходит. И потом вопросы, куда она ушла, нам ничего не дала. Вы с ней знаком, что ли? Я не понимаю. Я не знаком с ней. Для меня сейчас... Прошу. Для меня сейчас главное... Я хочу умыться и почистить зубы. Я бы хотела, чтобы вы, каждый из вас сейчас представил себя на моем месте. Слава Богу, не на вашем месте. Вы можете не представлять, Ксения. Прекрасно. Вы у себя дома. К вам приехали гости. Так. Мы к вам не приезжали. Тихо, да слушай. Мы к вам не в гости вообще. Тишину поймали, я сказал. Мы к ней в гости не приезжали. Успокоилась. Успокоилась. Стоять. Оставьте ее. Куда уходите? Она сейчас опять исчезнет. Не уходите. Откройте нам, поверь, немедленно. Господи, Катя. Немедленно, я сказала. Она сейчас опять исчезла? Где она? Где она? Почему ты ее не можешь задержать? Да потому что ты себя ведешь, как дура последняя. Да это вы, сыгуны, сыгуны. Бабу взять не можете. Таким путем нельзя. Нельзя так делать. Нельзя просто. Это неправильно. Брать девку и связывать ее. Я не хочу это делать. А нас не держать правильно? Нас не держать. Да это не она держит нас. А вдруг ее семью взяли и под угрозу держат, например, скажут, пристрелим, если ты их выпустишь. Дальше что? Ты с чего это взял? Ты почему такое защищаешь? Да я не защищаю. Я просто хочу, чтобы мы просто поговорили по-человечески. Мы вам гости не просили. Мы вам гости не просили. Потому что вы все с агрессией делаете. И вот я сейчас скажу все же. Представьте, каждый сейчас, что на тебя, Ксения. Спасибо. Что вы на моем месте. Вот просто представьте. К вам приехали гости. Неважно, по какой причине. Сколько вы заблазили? Катерина, вы не хотите меня слушать? Ты сейчас опять все испортишь. Великая. Приехали гости. Устроили здесь бедла. И начинают требовать. Дайте нам то. Дайте немедленно то. И так далее. Нет бы попросить, попробовать. Мы хотим умыться. Можно попросить? Ты не просишь. Ты требуешь. Ты можешь помолчать? Я требуешь попросить. Я могу идти навстречу. Я хочу идти навстречу. Нам нужно умыться для начала. Не нам нужно умыться. Вода идет в кране. Мне нужна зубная паста. Да почему вы все такие эгоисты-то? Я понять не могу. Я могу говорить вам мел. Хотите? Да не все. Мелом можно почистить зубы. У меня нет зубной пасты. Я не должна вас ей обеспечивать. Вы поймите. Я чем могу? Я помогаю. Если вижу, что хотят. Мы голодные. Мы вторые сутки здесь. Она может с нас накормить. Не то, что я должна что-то сделать. А помогают людям в каких ситуациях? Послушайте, Милана. А вот если к вам приехали гости... Я тебя молю. Пожалуйста. А может быть, Милана... Тогда вы все узнаете? Пожалуйста, не говори ничего. Все, что ты делаешь, это разжигаешь огонь. Но у вас будет выбор. Делаешь хуже. Ну сидеть молча и ждать я тоже не могу. А откройте дверь. У вас же есть ключ. Зачем вы так делаете? Издеваетесь над людьми? Милана, а можно это как-то сделать выборочно? Если вот вы видите, что с какими-то людьми невозможно сейчас договориться. Меня отпустите. Остальные могут здесь остаться. Да, это она поставила камеру и сидит в своем доме. И смотрит, как мы здесь умираем. Выпустите меня немедленно. Послушайте, а если я сегодня в обморок убаду, вы будете радоваться? Ликование? Дайте еды. Может, наверх не пойдете, пока она у меня откройте дверь. Ага, Милана, это как-то выборочно. Можно сделать? Я могу и сесть. Смотрите, вот сейчас мы все вроде успокоились. Что нам надо сделать? Что вы хотите, Василий? Что выборочно? Выпустить? Я сказала. Нет, не выпустить. Нет, не выпустить. Я понял, что мы здесь, пока мы чего-то не узнаем. Это понятно. Я хочу сказать выборочно как-то. Можно помогать тем людям, которые, по крайней мере, адекватно слышат вас и общаются. А потом, я объясню почему. Ой, под лизу, под лизу, на себя что ли намекаешь? А потом, примером, они увидят, что общение у нас все нормально. А может, с кефон сидят под лизу? Мужики. И когда они увидят, что вы нам помогаете, они тоже захотят. То есть мы своим примером покажем им, что нужно нормально общаться. Ответ, сколько уже можно молчать? Что вообще? Что происходит? Вы хотите, чтобы мы простыли и умерли? Я не могу здесь сидеть вторые сутки. Не сможешь сейчас, мы сможем. Что ты сделаешь? Что ты сделаешь, слышь? Ты успокойся, еще раз тебе говорю. Да не надо, ты хоть не нападай. Да я сейчас возьму ее в комнате, нахер, закрой. Король! Тебя кого? Рот закрой свой. Да не надо, все, тихо, тихо. Что вы ругаете? А как вести диалог? Она ходит туда-сюда, тявкает, тявкает. Она мешает общаться. Тявкают собаки. Вон. За забором тявкают. Да ты тявкаешь. А тявкают собаки. Да нет. Алло. Все. Не со мной так будешь разговаривать. Ну ладно, ладно, все. Ты тоже, давай, это, нормально разговаривай. Что мы ругаемся так все время? У меня нет сил на это. Давайте посмотрим, что нам... Хорошо, такой вопрос. Она не открывает дверь. Через сколько мы что-то узнаем и выйдем отсюда? Вчера было тоже скоро, недолго. Уже вторые сутки идут. Для меня это очень долго. Очень долго. Каждая минута мне дорога. Я не собираюсь здесь сидеть вторые сутки. Вы понимаете это или нет? Да. Да. Что изменится от того, чтобы... Открывайте дверь немедленно. Бегом, я сказала. Катерина, то, что вы громче и громче постоянно пытаетесь со мной общаться, ситуация не изменится. Сколько нам ждать конкретно? Сколько? Вы можете сказать? Час, два, полтора. День, сутки. Если вам успокоит... Через час вы нас выпускаете? А что случится через час? Я вам говорю скоро. Вы хотите... А можно я? Сколько? Если вы хотите, чтобы я сказала час, я могу сказать... Ай! Эти сутки! Слушай, стратеги-то ты! Тихо! А ну! Голова! Голова! Я сейчас сейчас... Стоять! Голова не получит. Голова не получит. Голова не получит. Да? А ну-ка! Папа! Сидеть! Тихо! Что, нахерел? Ты что себе позволяешь? Ты что себе позволяешь? Козел! Козлины! Люди! Помогите! Кошмар! Дурдом! Я в дурдоме! С умашедшими непонятными мне людьми! Непонятные! Это ваш дом. Да не бедись на провокации. Это не провокации. Я наоборот рада, что она принимает этот дом как свой. А! Вот. Коль мы гости. Пожалуйста. Как нам сделать так, чтобы у нас появилось хотя бы отдело, чтобы... Я так понимаю, эту ночь мы тоже тут будем... Устали! Один шпион, другой чокнутый стреляет, третий смеется, четвертый что-то там холдует. Что здесь происходит? Кто они? Вы пришли к этому. Я не могу никуда идти! Успокойся! Вытаскивают все, что куда хотят. Устраивают их к вам. Хочет ваши вещи. Успокойся! Нет, конечно, хочется выгнать таких гостей. А выгнать нас не можешь. Я не хочу больше времени. А, да, я бы выгнал просто. Сразу. Ладно. Ну вот представь, что у тебя ситуация ты не можешь. Это вот мы твои... Это что за чушь вообще? Нам надо вести себя как... Не видишь, она больна. Не переживай. У нее проблемы, ну, психологические. Нам надо вести себя как гости. Обменский цех. Как гости, наверное, вести себя хорошо. Убирать за собой. Убирать за собой, да? Это убираем. То есть нам надо навести здесь порядок. Какой порядок? Я не буду здесь ничего наводить вообще. Вот матрасы, не слушай меня. Ты не будешь ничего делать. Вот эти матрасы наверх, да? Ну вот как вы пришли. Я хочу, чтобы... Мне клевать вообще, что она хочет. А маска зла будет? А скруно будет. Еще мне надо коньяк, короче. Коньяк? Нет. Коньяк, ну, коньяк. Здесь есть коньяк? Коньяк, конечно. Ну, я буду этим... Сейчас нам лучше прибраться, да? Тут, в общем-то. Да. Да? Хорошо. Просто ночью холодно? Да, у меня уже началась энергия, между прочим. Я умираю. Не просили, поэтому... У меня... Иначе требуют в самом конце. Хорошо, так. Тогда... У меня все пока, но вопросов нет. Понятно, что мы отсюда не выйдем. Нас убьют? Ну, что это такое? Не убьют? Убьют! Зоро спросил. Да нас не убьют! Нормально же, хорошо. Я вас еще не собираюсь убивать. Ясно. То есть, мы будем сливать? Не болеялку тоже. Не сгодите. А я считаю, что вы специально смотрите по камерам и ликуете, как там здесь плохо, а мы умираем всю ночь измерзала. Может быть, я тебе не знаю, как ничего я это делаю? Без понятия. А можно мне другой наряд? То есть, вы не собираетесь нас выпускать? Можно мне какую-то другую одежду? Не могу же в ней ходить? Алло. Что? Адвокат? Нет, нельзя. А ты что, здесь лишаешь? Ты еще не достойный. Заряжаешь здесь? Ты еще ничего не достойный. А ты чего достойный? Тоже ничего. Ну это все. Да, хотя бы вести себя как люди просто сначала. А она как человек себя ведет? Она как человек себя ведет. Я сейчас упаду в голодный обморок. Мне плохо. Я умираю. Вы слышите меня? Не нужно со мной сидеть. Так, поговорить получилось. Так. И что? Короче, я выяснил, что мы сегодня здесь точно остаемся. Так. Нам надо здесь убраться хотя бы и вести себя как люди. Уходите прочь. Потому что, ну, если бы ты был, ну, типа, если бы ты в гостей позвал, они бы себя вели так бы, было бы здорово. Она не... И принесите еды, потому что я убираю. Вот к этим камерам, ничего. У нее какие-то... Ну, она не говорит об этом. Угу. Ну, ее право. Ну, да. Если я буду нормально совести, то мне... Возможно... Связать ее, начать требовать, что-то она не может. Я, кстати, понимаю. Поэтому я убрал ее. Ты же не видел? Она ни разу не выхожу. Ну, что, она дала вам что-нибудь? Ключ ждала? По крайней мере, мы поговорили. Ключ ждала. Ключ надо найти, он где-то здесь в квартире. Она сказала? Да. Где-то здесь ключ, чтобы мы открыли. Если я долго не ем, я падаю в обморок. Я же предупреждаю. Не, серьезно. Я с тобой разбирался. Потому что невозможно было вести диалог. Ты ходила, кричала, орала. Невозможно было вести диалог. Поэтому... Ладно, ладно. Да не ругайтесь. Самое главное, мы поняли, что... Давай сюда ключ искать, раз я понимаю. Мы живы будем. Я пока не хочу никуда уходить. Почему вы ее от попали? Вы ее знаете? Подождите, как ты не хочешь уходить? Не пойму ничего. Ну, мне кажется, она самая адекватная девушка здесь. А мне кажется, вот Василий, как мужчина, вкличит. Рубашки что-то скрывает. А почему у тебя забегали глаза? Как только мы начинаем говорить про Милану... Давайте поищем ключ здесь. Да, да. Ну, 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 давай. И что? Как только мы начинаем говорить про Милану, и что? Она даст подсказку, Милана сказала, если мы вот это все наверх, короче, поднимем. Уберемся, и она даст подсказку, где ключ? Да. Она нас не разводит? Ну, не думаю, нет. Как Лохов последних. Нет. А вчера тогда не дала ключ. Здесь был порядок. Вчера почему она не дала ключ? Ну, как это порядок? Вот эта вот истеричка начала веником здесь. А Милана все сама убирала. Подметала здесь. Ты забыла это, что ли? Она кашу начала отбирать у Миланы. Она здесь кашей все раскидала, кашей. А я не понимаю, почему вы ей верите-то все? Потому что она хозяйка дома. В смысле? А вдруг она нас травит? Вдруг она еще что-то делает? Если бы она тебя травила, ты бы сегодня утром не проснулась. Может быть, она врет. Она меня сегодня хорошо разбудила, Милу очень. Вот так погладила, погладила, сказала, вставай, пора. Я проснулся. Ну, все нормально. А ты столько зла мне за эти два дня сделала, что она ничего даже не сказала. Какого зла я тебе сделала? Да зла, ну, какого-то сарказма, зло. Все время недовольца, какие-то обвинения. Да потому что ты рад, что ты находишься в этом чуде. Я тебе не могу уже верить, понимаешь? Я тебе даже не верю уже. Вот ты говоришь, что ты... Я не убираю, чтобы ты мне верил. А зачем ты нас убеждаешь тогда в чем-то? Ну, потому что я не поверяю, как человек. Да ты и не доверяй одна. А мы-то при чем? Ты одна и не доверяй. А мы при чем? Мы все говорили, когда вы все отравитесь и умрете. Хорошо. Тогда и поговорим, действительно. Да уж не можем, не сможем поговорить. Ну, тогда помолчим. Вообще нам надо вообще бы сесть и просто поговорить. Чтобы хотя бы кто-то начал разговаривать. Начал? Ну да. Кто-нибудь может начать? Начни. Давай, начинай. Я говорю о том, чтобы мы за эти сутки поняли несколько вещей. Нам нельзя тут дебоширить. Выбраться отсюда мы не можем. Мы по каким-то причинам... Можем, со стручей найдем и выберемся. Хорошо. Пока не можем. По каким-то причинам мы здесь все собрались. Нас собрали. Причем из нашей воли. Ладно. Хрен с ним, с этим потом разберемся. Мы не едим, не моемся, ничего. Чтобы наладить в любой, вот в любой стране, там в любой... Да, есть политика какая-то. Есть, конечно, собираемся. Дипломатия. Ты налаживаешь контакт и с человеком начинаешь общаться. Это нормально. Соответственно, здесь единственный человек это Милана. И что нам надо сделать? Нам надо с ней договориться. Не важно, она это не она. По крайней мере, она ведет себя адекватно. Мило, хорошо, спокойненько. Орешь ты здесь, орем мы здесь все, потому что у нас паника. Это понятно. Но единственный человек, который здесь находится, это она. Нам надо что-то... Тем более, Васич рассказал, что он с ней виделся, да? Я, во-первых, такое не рассказывал. Ты сказал, что ты... Ты вчера сказал... Я запомнил это слово, что ты... Ты... Ты ее видел. Я не знаю, каким, каким образом. После того, как Лия сказала, что она ее призвала, ты тоже что-то... Это Лия сказала, что я якобы что-то знаю о ней. Это Лия так сказала. Потому что, когда я проснулся, когда она меня утром разбудила, первое, что я увидел после того, как проснулась Лия, это было вот так вот. Это ты. Это Лия стала говорить Милане. Это из-за тебя меня уволили. Это ты виновата. То есть, она ее сразу узнала. Вот. И потом Лия еще стала говорить о том, что я ее знаю. Понимаешь? А вопрос. Ты знаешь Милану? Вообще, ты видел ее в своей жизни? Я, понимаете? Ребят, у нас такая атмосфера... Услышать сейчас биение, да? Ну, не мешайте мне. Может быть, это ключ там... Ты ее видел, Васич? Скажи, если да... Послушайте, у нас такая атмосфера. Я не могу вам что-то говорить, когда я не знаю практически ни о ком. Если, допустим, кто-то начнет что-то о себе говорить, я хотя бы пойму. Понимаете? Вот я начинаю о себе говорить. Вот расскажи, пожалуйста, о себе. Вот я начинаю о себе говорить. Я приехал в Москву. Так. К друзьям. Потому что друзья меня позвали. Я их давно не видел, лет пять, наверное. Это мои лучшие друзья. В Сочи мы вместе все росли. Я приехал на пару дней. Должен был на следующий день улететь на день рождения к отцу. Но не получилось, потому что я получил в СЧИ в Москве. Я десять лет не был в Москве. Это мой хридор прибора-ушоударник. Он бьет по перепонкам так, что все можно услышать, что там говорится. Это подушка. Алло. Нет, это ушоударник. Я пошел домой, потому что мы попрощались. Мы в ПГ гуляли. ПГ? ПГ. Мы гуляли. Я пошел домой через верхнюю. Мне надо было выйти там на станции какой-то метро. Уже не помню. Там я на хостеле остановилась. Вот. И я пошел, короче, и вижу, там парень девчонке пристает. Но обычное дело. У нас в Сочи это нормально. Ты просто подходишь, разбираешься. Я просто сказал, ну, типа, что ты делаешь? И все. А она убежала, а он подошел ко мне. Сначала я подумал, что он нормально подошел, типа, поговорить. А он мне как дал в щи просто. Я реально потерялся. Я прям помню этот кулак перед собой. И все. Я помню, что меня реально волокли куда-то. Ну, то есть меня тащили. Причем их двое уже было. Хорошо. А чем ты вообще занимаешься? Ты связан как-то с криминалом или еще что-то? Да нет. Тебя за что-то могли сюда упечь? Да я вообще, ну, то есть, упечь сюда за что-то. Я, во-первых, не считаю, что это какая-то тюрьма или жестокая. Единственное, с чем я не согласен, мне до сих пор нос болит, что вот таким каким-то странным образом. С другой стороны, я с Лией вчера поговорил, если бы я прошел мимо и ничего бы не отреагировал, возможно, меня сюда бы не притащили. Но это была провокация. Меня на что-то проверили. Ну, я так думаю. То есть, я, по сути, видимо, даже прошел проверку и попал сюда. То есть... Ну, я всегда стараюсь думать в позитив. Ну, то есть, специально я никому плохого ничего не сделал. Я в Сочи работал, да, там общался я с авторитетами, играл им музыку, но потому что все Сочи это сплошное там связи, сплошные люди. Ну, то есть, общаться с ними это нормально. Ну, а было такое, что ты какому-то влиятельному человеку как-то насорил, там, или песню или нет? Да и за песни кто так будет сегодня выступать? Если бы я там... Да и не воровал я, в принципе, никогда. Я ничем таким не занимался. Да я с ним просто общался, потому что они матерые, ну, ребята, и просто... Ну, они какие-то хорошие, дельные вещи. Но сам я не хотел никогда, типа, к этому быть что-то причастным, там. Авторитеты, неавторитеты. Да и никого плохого я ничего не сделал. Жил да жил себе. Ну, пел, веду мероприятия, отучился на юрпаке, да и в институте... Это случайно, уже сомневался, что случайно сюда попал. Может, это брат моей бывшей? Да ну, как случайно? Случайно, да не случайно. Он же сам говорит... Он должен был пойти по другой дороге, но он пошел там. Значит, это специально кто-то его заставил, чтобы он шел по другой дороге. Друзья, друзья не могли меня заставить, потому что они меня отговаривали. Сказали, иди вот по дороге, и ты как раз прямо пройдешь до метро и не заблудишь с них. А он пошел там. А я решил срезать там, потому что я, когда вышел... Ни хрена себе! Я, когда выходил из парка, ко мне подошел человек, спросил зажигалку. Я не знаю, что произошло. Я забыл, типа, дорогу. Я говорю, слушай, а как пройти? Ну, еще раз спросил. Ну, Москва большая. Я спросил, куда мне пройти? Он говорит, ты вот так можешь пройти и быстро выйти, типа, к метро. Я пошел так. То есть тебя направили на эту дорогу? Ни хрена себе, да. Да что за бред? Какого-то самовнушения вообще. В смысле? Направили его на эту дорогу, чтобы поселиться в этой лачуге. Ну, это моя история. Я не знаю, расскажи свою историю. Просто давайте реально найдем где-то какую-то связь, какую-то логическую связь. Мы можем найти между собой? Сколько лет? Я вчера года спрашивал. Мне 25, но типа нас не может, типа, один. Я просто не пойму, где мы находимся территориально. Если мы все из разных городов. Где мы находимся территориально? В каком центре? Сейчас? Да. Вот Ксю говорит, что мы в Москве. Потому что она тоже не помнит, насколько она ехала сюда. Как она говорит? Я тогда склоняюсь больше к Екатеринбургу, потому что он сам сюда пришел, как он говорит. Тихо, тихо. Что подсказывает? Надо что-то не сказать. А кто-нибудь еще может рассказать? Ну, в общем, я могу, но чтобы вам это рассказать, мне нужна Корея. Позовите ее, пожалуйста. Лия! Пусть она к нам спустится. Вообще, я хочу с ней, кстати, поподробнее поговорить. Раз она знает Милану, она кинулась на нее драться. Значит, она что-то знает? Нет, что она ее ведьма. Мне сказала, я поднимался, она сказала, через полчаса спустится. А вы помните, что она ее ведьмой называла? Вот. Почему? Значит, что-то здесь не так? Что-то здесь не так? Конец. Хоть по делу. Я умирала? И я. Слушай, давай в течение 30 минут не поумирай пока, а потом поумирай. Я уже умираю, потому что у меня скоро будет голодный обморок. Я еще раз вас предупреждаю об этом. Кому ты лечишь? Такой нахер голодный обморок? Я не шучу. Ага. Жас, ты будешь, если она подокажет, будешь ездить ее. Я не шучу. Я могу упасть в голодный обморок. Почему ты не делаешь в раках? Потому что есть в ракахах. Почему вы ругаетесь? Расслабьтесь. Давайте сейчас поговорим нормально. Все, Лия идет. Потом поговорите об этом. Давай ты не будешь нам указывать, зачем она поговорит. Да хорошо, но просто я не люблю, когда ругаются. Давайте мне ругаться. Мы хотим ругаться. Ну ты ругайся, но не сейчас. Ты можешь присесть, чтобы не конфликнуть. Слушайте. Я не просто так ее позвал сюда. Потому что, ну... Лия, мы хотим знать. Сейчас, сейчас, Вася скажу. Я как бы не все досказал про то, как я сюда попал. А, давай, договори. Короче, сразу скажу, что это было реально в чете, чтобы все понимали, да? Всю странность ситуации. Ну, дело в том, что я действительно был в гараже с мужиками. Но я пошел за третий. Магазин у нас там через лесок, через гаражи нужно идти там через лесок. Вот. Ну, и я пошел за третьей бутылкой, и меня накрыли какие-то два мужика. Ну, я понимаю, что с меня, в принципе, взять нечего. У меня были деньги только на водку и все практически. И... В смысле накрыли, я не понимаю? Ну, в прямом смысле. Короче, я когда шел, там темный лес. Ну, там не лес, а пушка такая. Нужно пройти через этот, и потом выходишь на киоски. На эти магазинчики. Вот. И они, когда меня встретили, они стали... Ну, не прям, чтобы жестко избивать. Но, короче, получил я подых, потом выдать. И они мне достают бумагу и говорят, беги. Я ничего понять не могу. Достаю ствол. Ты что вчера, Малуцлав, не рассказываешь? А зачем я это буду рассказывать? Ну, для чего? Я должен это вчера рассказывать, когда я вас первый раз видел вообще. Да ладно, ладно, не ругать. Ты мне вчера вообще ничего не рассказал. Давай, говори дальше. Ну, говори, чувак. Вытаскивают ствол. Что это бумажка? С адресом с каким-то. Я не понял. Я вообще, ну это было темно. Они подставляют ствол. Взводят курок. Я охерел вообще. И говорят, беги. Все понял? Беги. Я ничего понять не могу. Он стреляет в воздух, потом на меня. Ну, я побежал. Ты что? Да. Я побежал. Подожди. Что там было еще? Слушай дальше. Я побежал, побежал, побежал. Естественно, я вообще не побежал. Я просто убегал. Куда угодно. Куда глаза глядят. Я не понимал, куда я бегу. Так. Зачем я бегу, я вообще не понимал. И куда ты бежал-то? Я понимаю, что я давно уже должен был выбежать к этим магазинчикам. Так. Но я либо в другую сторону побежал, потому что постоянно был лес. Был лес, 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 лес. Потом я упал. Так. И когда я, значит, я падаю, отвихаюсь, и тут мне подают стакан воды. Слышь. А знаете, кто мне подал стакан воды? В лесу? Да. Я сейчас не шучу. Милана. Подала мне стакан воды. Что за бред? Да я не шучу, я серьезно говорю. Во сне что приснилось сегодня? Да какое во сне? Я вам серьезно говорю. Я понимаете, я еще раз говорю. Ты понимаешь, что такое может быть? Когда она сказала, что ее призвали, я еще сомневался, говорить вам это или нет. Потому что она мне то ли указала, куда бежать, то ли что. Воды дала тебе в лесу. Да. Да. Стакан воды. Но сегодня ночью тебе приснилось. Да какой сегодня? Короче, либо вы меня слушаете и верите, либо нет. Что там делаешь? Ну, ты же понимаешь, что этого не было, Ватюш. Милана. Я тебе еще раз говорю, когда я услышал, что говорит она, я еще тогда уже не стал сомневаться. Он просто переволновался, Ватюш. Он просто переволновался. Ну, хватит придумывать здесь. Да. Это ты это имела в виду, когда он что-то скрывает? Колобок, что там было написано? Если честно, я даже не понял, что там было написано. Потому что это было, знаешь, это стоял ствол передо мной. И он мне говорит, понял, беги. Все, что я тогда думал, это просто бежать. Закрой глаза. Закрой глаза и вспоминай. Там было что-то написано. То есть ты сюда добежал? Подожди, мне сказать, закрой глаза. Не сбивай, подожди. Закрой глаза. Какого цвета была рубашка у человека, который показывал тебе бумажку? Белого. Бумажка какая была? Обычная? Или в клеточку? Или, может быть, в пенечку? Какая была? Мятая. Мятая была. Я не помню, мятая какая-то бумажка. Или была мятая, или что. Слушай, я правда не вспомню. Закрой глаза. Ты понимаешь, но мне было страшно. У меня ствол перед носом был. Закрой глаза. Что там? Там написано адрес. Да, там написано. И что еще? Там написано. Да что за бред? Не трогай, не камеры написано. Что еще? Не выходить из дома. Еще. Закрой. 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 Не трогать. Ксюра написано. Не обижаю. Не обижаю. Как ты это делаешь? Реально я вижу какие-то обрывки этих. Подожди. И что еще? Что еще? А то, что там написано. Может вспоминай. Не помню. Не трогать камеры. А не выходить из дома. Сколько ты бежал? Сколько ты бежал? Круто. Значит, вы в чете? Значит, и те. Знаете, она мне как будто бы показывала, куда бежать. Кто? Вот эта телка, да? Ну да, Милана. Как это возможно вообще? Я не знаю. Когда я очнулся, первое, что я увидел, это ее со стаканом воды. Ну это же невозможно. Это возможно. Я спросил ее. Это ты была в лесу? А она что сказала? Давайте потрогаем камеры, посмотрим, что будет. Нет, не надо. Почему там не трогать камеры? Ну и что дальше? Значит, они придут, если мы их начнем трогать? Может, их сорвем? Зачем вообще они за нами наблюдают? Меня это не устраивает, к примеру. Если они... Ну проверить, что его... Не надо их трогать. Почему? Если там... Что-то еще вспомнили? Если человек стоял со стволом, утнувшись мне в лицо, и в бумажке было написано, не надо трогать камеры, то их не надо трогать. Ну что, давай ты потрогаешь, а потом мы уже тебя соберем и всех нас, пожалуйста, выпустим. Подождите, подождите. Может, убьют. Как-то мимо всех пролетел информацией, что я ее видел. И что, в принципе, она мне помогла. Как это может быть? Я не знаю, как это может быть в лесу, но как она может исчезать? Она ведьма. Это что за бред? Нету никаких видов. Подождите, если она появилась в лесу и дала тебе стакан воды, значит, она знала, что ты там пробежишь? Видимо, да. А, я еще логически не могу. Значит, она все знает. Я вам говорю, она все знает. Вы не можете на нее поднажать. Я же вам сразу говорю, она все знает. У нее есть ключ. Почему вы не можете ее схватить? Вообще, информация о том, что какие-то два чувака со стволом, тыкали этим стволом, лицо тебя вообще никак не пугает? Схватить. Ну, схватим мы ее. Сюда приедут люди. Первое, что я сделаю, тебя просто вольнут вот так вот в голову. Все. Подожди. Забыла ты о себе. Стоп. Не надавай, не нагнетай мне. Я не нагнетаю. Я хочу сказать, что он бандит. А, нет. Я другое хочу сказать. Про Милану. Там ничего не было написано в записке? Я не помню. А как так-то получается, если они знают про камеры, но не знают про Милану? Кто они? Ну, вот эти чуваки, которые... Вам не кажется очень странно, что его какие-то... Он просто сидел, выпивал, потом какие-то два бугая приехали к нему со стволом. А по какой причине? Вот просто... Да, кстати, что двум бугаям нужно... Это как-то странно, да? Потому что обычно... Который пьет в гараже. Да, пьют мужчины все в гаражах, и как-то никто их со стволом к ним не приходит. Также, также, очень можно сказать, очень странно, что какой-то Эдик закрыл тебя в доме. Это тоже очень странно. И все здесь для тебя, и здесь все... А зачем ты стрелы переводишь? Кто стрелы переводит? Я говорю, что это то же самое странное. Это чисто армянская фишка, стрелы переводить. Тихо. Ты что стрелы переводишь? Я стрелы не перевожу. То есть, получается, ты что-то скрываешь. Я специально сюда тебя позвал, чтобы рассказать. Она тело говорит. Мне нахер тогда с вами вообще разговаривать, если вы потом наезжаете. Я специально думаю... Давайте без паники, без паники, конструктивно говорить. Смотри, она правильно говорит. Ты просто пьющий мужик из гаража. Да кому ты нахрен вообще нужен? Блин, ну правильно. А тут какие-то ребята со стволами вдруг просто... И ты хочешь сказать, что ты не врешь? И когда она это замечает, ты начинаешь говорить. Ой, а она не странная? Нет, она вообще не странная. У нее просто коленка разбита, и она босиком. А зачем вообще? Я мог бы быть эту информацию вам говорить. Зачем мне это надо было? Вот для чего? Я бы мог и дальше говорить, что я с мужиками в гараже бухал. Вот зачем? Это не ответ на мой вопрос. Ты что-то скрываешь. Подожди. Так же, это ты что-то скрываешь. Здесь каждый что-то скрывает. Васич, но ты единственный, кто знает про камеры и про то, что их нельзя трогать. Это тебе сказали. И тебе Милана дала стакан воды, если ты не врешь, конечно. Я, конечно, врет. А зачем ему это врать? Он сам себя сейчас закапывает тогда. Ну, хорошо. Предположим, что он не врет по поводу Милана. Это очень странно. Ну, что мужикам со стволами нужно от него, это непонятно. А это непонятно. Если бы он бежал, значит, мы, получается, в чете сейчас находимся? Значит, в чете. Подождите, это не столь важно. Важно то, что нужно этим мужикам от Васича, и что он единственный, кто знает, что здесь происходит, хотя бы частично. И он точно знает, что эти мужики сделали камеры. Вопрос в другом. Почему эти мужики про Милану ничего не написали? А как она тебя встретила в лесу? Они просто специально это не сделали? Или что ж странное? Нет, я думаю, вряд ли. Все карты сразу хотят раскрыть. А, ты же говоришь, что она ведьма? Во-первых, мы вряд ли в чете. как все ведьмы? Ну, как это вообще? Во-первых, мы вряд ли в чете. Потому что, во-первых, когда мы в чете исчезли? В августе, да? Сейчас уже листьев нет на деревьях, сейчас октябрь примерно. С утра вообще и не было трава покрытой. Сейчас 100% осень ни одного листочка. Так. Поэтому, соответственно, за это время нас транспортировать могли куда угодно, как угодно. Причем, он прибежал, но он прибежал же не в этот дом. Ты помнишь, что ты прям прибегаешь и захочешь жить? Я не помню. Например, он бежал, бежал, упал. Его взяли. И куда угодно? Я хочу с одной из подробностей. Это не обязательно читать. Хорошо, про Милану я хочу до конца. Давайте разъясним ситуацию. Ты что говоришь с работы? Почему ты на нее кинул сдаться? Вот этот момент я до конца не могу понять. Давайте про Милану уточним до конца. Я из-за нее уволилась с работы. При каких конкретно детально? Она занималась своей магией в тот момент, когда я работала. Это как понять? Где она? У тебя на работе была? Я не хочу ничего объяснить. А-а-а, видишь как? Видишь как? Когда тебе начинают задавать вопросы, ты, я смотрю, тоже закрываешься. А ты знаешь, а я еще вчера пытался очень сильно разузнать, каким образом она на тебя влияет, почему она тебя призвала. Ты делаешь, по сути, то же самое, а еще на меня, короче, кидаешь в предъявы. Слышь? Но она девочка. Да она херевочка. Девочка. Вы все равно не поверите. Точно так же, как тебе не верят, что она тебе стакан подал. Я тебе о чем и говорю. И поэтому я позвал тебя именно сюда. Потому что единственный, кто может поверить и сказать, всю ситуацию разрулить, именно ты. Но когда мы... Сейчас, братан, подожди, братан. Давай сейчас я буду говорить, да? Я молчу. Смотри, когда я позвал тебя сюда разъяснить ситуацию, тебя вот сейчас конкретно задают вопрос, каким образом ты опять уходишь от нее. И получается, что я, рассказав это, вообще ничего никому не понятно. Хотя только ты можешь сказать, да, я знаю, почему он ее увидел, почему она дала воду. Стоп, стоп, стоп. Я работала. Татуирую я человеку руну. Так. И вижу видение. Что делаешь, татуируешь руну? Руны. Это что? Поэтому она не хочет ничего объяснять. Давайте она просто расскажет и шторит. столько вопросов. Расскажи. Вот, тут весь дом, он весь в рунах. Вот эта руна. Здесь еще руна. Тихо. Дай тебе сказать. Вот руны. Ты сам не даешь больше. Хорошо. Что такое руна? Мы не понимаем. Это просто палочки. Человек захотел татуировку палочек. Он какой-то там монах, ведун, я не знаю, мне в принципе все равно, кто он такой. Так. Он попросил меня набить в то время, когда я набивала эти руны. Бревно. Что? Татуировка. Знаешь, что такое? Какое бревно? Ну, палочка. Бревно ты ему рисовала. Какие-то магические здоровья. Спасибо. В общем, набивала я руну ему и увидела видение. Именно в этот момент. я увидела Милану, как она меня звала сюда. Тоже Милана увидела. И в себя пришла я уже тогда, когда этот маг или ведун, кто он там, начал орать, как ненормальный, меня увольняют с работы и все из-за нее. Потом я пошла в магазин. Так. Не помню. Тебя уволили с работы из-за нее? Да. Как это? Тихо-тихо-тихо. Потом ты пошла в магазин. Ну, что ты назовала? Да. И что тут случилось? Потом я пошла в магазин. Там какая-то тёлка меня обкурила какой-то дрянью. Я упала в обморок. И очнулась здесь. Она тебе налала траву покурить, что ли? Я ничего не курила. Ты говоришь, она тебя обкурила какой-то травой. Я ничего не курила. Ну, обкурила как? Она просто... Она подожгла какую-то хрень. Как эти палочки, что ли? Она говорит, я знаю, что тебе поможет. И все. И я упала. Ну, по сути, то же самое. Я упала в августе и проснулась в октябре. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Такого быть не может. Это смешно. И еще не может быть, что меня украли, что здесь карман, что здесь сидели. Вы не реальные. Я смотрю, вы решили оставить все как есть. Это даже право. Милана, почему же Иволя за вас сработает? Тихо-тихо. Почему мы не укрались? Может быть, вы об этом спросите? Ну, вот она вам сейчас сказала, что Иволя сработает за вас. От вас одни беды. Перестаньте обвинять друг друга в чем-то. Ну, перестаньте. Перестаньте командовать нами. Я не командую. Вот командуешь ты. Проблемы какие-то. Ты что, не понимаешь, что человек сработает волей? Да решится. Да. Очень спокойно будем разговаривать и решать. Давайте, что мы решим? Людям, которые сделали это, мы нужны. Вот и все. Это главное, что надо понять. Для чего? На органах? Если они захотели бы с нами воевать, они бы тебя пристрелили бы в машине. А ты сейчас все выпендриваешься. Что ты ему опять сказала? Она все время с ним разговаривает. Я уже не первый раз зацвала. Нам что-нибудь угрожает? Я спрашивал, кстати, умрем мы? Она сказала нет. Можно, Надя? Мы останемся и сегодня. Или мы можем сегодня уйти? Можно? Мы останемся сегодня здесь. И это никак не поменять, да? Да. А можно зубную щетку? У меня нет. Хорошо. А что делать тогда с этим? У нас выпадут зубы тогда. У меня уже начинается несколько будет припадок. А можно одеяло? Я всю ночь... Подождите, подождите. Я поговорю... По поводу одеял мы с Юлием разговариваем. Я объяснила, что необходимо сделать, чтобы я вам помогла. А что нужно делать? Вы решили ничего не делать. Давайте приведем в порядок просто наши постельные места. Выходит, это наши постельные места. Да, я вчера это говорила. Вот. Я здесь спать не собираюсь. Куда ты денешься? Спать здесь не собираюсь. Значит так. Все жопы подняли и быстренько здесь устроили порядок. Давайте командовать. А подождите. Подождите. А что мы можем сделать для того, чтобы уйти отсюда? Мы можем что-то сделать? Подождите. Я не услышал ваших историй. То есть мы уйдем. Если вы захотите после информации, которую вы знаете, вы сможете уйти. Но я сомневаюсь, что вы захотите. Мы приведем так устроены. Жопу поднял. Жопу подняла. А где ты меня трогаешь? Жопу я сказал подняла. Быстренько. Полегче, полегче. Сейчас я себя. Жопу подняла. Полегче. Ну как быстренько сидеть убрались. Быстренько я сказал убрались. Я не собираюсь. Я что служанка что ли? Я сказал быстро убралась. Жопу себе подняла. Ты что больной что ли? Я сказала, что чего трогать не буду. Ты уверена? Да, я уверена. Ты уверена? Да, я уверена. Ты уверена. Юра, убери-ка вот эту красную. Ты уверена? Тихо, ушла я сказал. Иди сюда. Ну-ка сейчас. Слушай меня сюда. Если ты сейчас не уберешься, если ты сейчас не уберешься. Быстренько встала. Бери, я сказал. Уйди от меня. Уйди от меня. Ну-ка села. Села сюда. Села сюда. Все, Васич. Да сейчас мы уберемся. Мы уберемся сейчас. Ноги свои убралась здесь! По-хорошему нельзя! А вы как стеры, сука! Орёте здесь! Что ты вжёшь на меня? Ладно, ладно, тихо, 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 тихо! Чё ты смеёшься, блин? Всё, тихо! Всё, Вася, мы поняли, мы сейчас уберёмся, всё нормально! Это дом! Ты здесь должна понимать, что ты уже здесь будешь! Я здесь! Не буду! Да что ты мне говоришь! Убери от меня! Всё! Будь мудрее, чем он! Матрас взяла, быстро подняла наверх! Давайте уберёмся просто! Быстро подняла наверх матрас, я сказал! Пусть он поднял! Я тебя сейчас заведу в комнату! Я тебя заставлю убраться! Хочешь, чтобы я тебя в комнату завёл? Да он тебя сейчас убьёт! Чё ты делаешь там? Ну чё ты делаешь? Ну всё, ты успокойся, Вася! Давайте все уберёмся! Абсолютно верно! Чё? Надо убраться! Потому что мы тут нахреначили насвинячили! Вот, держи! Она не отказывается убираться! Ну она ничего не поднимет! Ни матрас, ничего! Давайте все разом накинемся! Я обессилена! Я скоро упаду в обморок! Ещё раз вам повторяю! Предупреждаю вас! Что я при смерти! Надо было кашу есть, а не скурить! Пацаны, поднимите! Да что это кашка? Ваша есть невозможная! Не собираюсь ездить! Подержи, Макс! Подержи! Подержи! Почему вообще её все слушаете? Побежали подбираться! Сыкуны! Я не понимаю! Да чё сыкуны-то? При чём вы сыкуны? Чё вы пряжете перед ним? Да мы не сыкуны! Нормально всё! Надо убраться в доме! Нас сюда завели! Почему нет? Это же нормально! Почему нет-то? Ну почему нет? В чём сыкуны? Чё, в свинарнике будем находиться? А вдруг она может нам что-то дать? Мы только что поговорили обо всём! Тут что-то странное происходит! И она вообще не в теме походу! А если в теме выяснится, мы это узнаем когда-нибудь! Ну чё ты изменил? Чё ты изменила? Ну чё ты изменила? Да потому что мне эта печь и ситуация взялась! Лисичка! Ты щас! Дурдом! Я в сумасшедшем доме на Алтын-горе! Вон сейчас керси туда в угол, что их видно не было! Да чё ты кричишь? Слышь? У меня не указывалось что-ли? Обалдел! Её сказал, надо было ей с кашу! Да что эти с кашу? Чё? Ну хорошо! Если кто-нибудь из вас стул уронит или ещё что-то, я этот стул, а тебя в башку разобью! А тебя это... Ты нас здесь не пугай! Понятно? Тихо! Да чё! Если ты мужик, то чё, сильнее что-ли? Может тебе позволять всё, что хочешь? Я не поняла! Гот закрой! Сам свой завали! Тихо! Ты расколадился здесь! Разуступался! Что ты? Кошмар Кто он это все сделал Юра, ну ситуация реально На колена, ну согласись Да заткнись ты там до предела Это девчачья штука Каждый раз за ними все прибираем, убираем Но я уже не могу, ну сколько можно было объяснять Ну да Вася, ну она-то ни при чем Корея Вообще странный какой-то Я не боюсь, просто это странно Да вставайте, смотри Вот, стоит девочка Я понимаю, что ты асоциально не общалась с людьми Вот я к тебе подхожу, не бойся Не бойся, вот Видишь Ты дурак? Все Ты дурак Все, видишь как хорошо Ты дурак? Ну чуть-чуть, все мы дураки Нормально, видишь? И ты улыбаешься Ты на меня так не смотри, понял? И что ты мне сделаешь? Я тебе сказала, так на меня смотреть не нужно Если ты здесь собираешься оставаться Я здесь оставаться не намерена Понимаешь? Ты мне вину ты Тогда мне не мешай, чтобы я здесь нормально оставаться Ты головой! Головой удачи, может поможет А ты хочешь здесь остаться? Ну что такое-то у вас? Ну? Что опять-то? Ну что? Бери, ну про выбор, потому что я не могу Все, хватит накалять обстановку Давай, Катя, еще раз Вы ничего, не можете дверь выбить? Катя, что ты делаешь? Выбить ей ту дверь! Я пришлюсь Катя, не надо так больше делать Мы однозначно отсюда не выйдем А если выйдем, нас порешают Если нас так легко увезли от Тома, куда увезли Значит, нас легко могут приведить Пожалуйста, посторонись чуть-чуть Спасибо Ты кого? Кого? Кому ты, если говоришь? Кому? А? Объясни мне Ты чего орешь, бегемот? Ты бегемота где увидела? Ты кому это объясняешь? Передо мной стоит бегемот Который на меня орет вообще Слышь, Карье Ты сама накаляешь обстановку своим тем, что Не появляющими еще что-то Это ты, я орелась за местью Я абсолютно спокойно Кипишуешь здесь Ты, бегемот Васич Че она стоит и говорит тут Бегемот, бегемот Да расслабься ты Не кричит на нее Ты можешь не говорить бегемот? Ну толстый он Так если бы он Он живет Бегемот Ну толстый он Представляете сколько толстых-то на земле Ну он бегемот Ну это ж... Слушай, мы вроде прибрались Мы прибрались, мы умираем с голоду У меня боже, а пара силы Можно еды дать? Молчи, ты улыбаешься Это нормально? Правильно делает Вы-ка не научитесь Нормально общаться с людьми Вам никто ничего не даст И тебе в первую очередь Поняла меня? Я разберусь Катерина Ты не можешь забраться Ты уже здесь вторые сутки И ты ведешь себя Но ты даже хуже, чем это ведешь себя Понимаешь? Ты необоснованно на нее наезжаешь В смысле? У нее есть ключ Она не может мне дверь открыть В коромысли У нее есть ключ И что? Она же тебе только что объяснила Что она тебе не дать ключ Пока ты не поймешь Почему ты здесь Ты хочешь здесь остаться По каким-то причинам Я не хочу Понимаешь? Не хочу Ты ничего для этого не делаешь А что мне сделать? Ты только провоцируешь меня на агрессию Этого делать не надо Понимаешь? Этого делать не надо Ну давай, чтобы я не запугивай Катя, я тебя вот здесь завалю И буду душить Пока ты не скажешь Прости меня, Васенька Я шучу Лучше оставить при себе А я не шучу Не смешно Что, надо помощь какая? На Ну давай, пошестерим Пошестерим Что ты масло в огонь подливаешь? Я же уже не лезу к тебе Не трогаю тебя Ты ходишь Ты как это Ты прям как шахта Еще что скажешь, интересно? Ну ты шахтой хочешь быть? Или взрослой Умной Женщиной А ты шестеркой хочешь быть? Шестеркой хочешь быть? Или ты уже Она Умной Субтитры создавал DimaTorzok 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 давай её на кровать перекладывай там есть вода подожди на кровать надо перекладывай на полу здесь дует подожди стой 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 искусственное дыхание ребята она дышит она дышит она наверно ничего не ела из-за этого она же говорила что у него головного моря давай давай брызгай на неё водичкой еще давай ей глюкоза нужна нам нужна глюкоза желательно внутривенно у нас первые потери мы все умрем она анкота она анкота пожалуйста глюкозу внутривенно ну понимаете вы что издеваетесь на людьми люди в омор падают уже вы что творите вы что все творите я слышал что надо ноги поднимать короче я это не поможет я не знаю что надо делать и ладно на шарты если это возможно или что-то сделать какую-нибудь кашу что-нибудь скорую ну что это же не смешно а не а что при головном обманке что здесь бывает пока не пока не покладка или что и очнется сейчас у нее сгорят жиры некоторые это даст ей энергию и она проснется ничего ты не сделаешь ей будет очень плохо если она не поедет пульс вообще слабый еле прощупывается с пульсом вот вот на шарты давайте сейчас переделаем шартыли и потом ей нужно дать водички пропить все тихо что-то 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 ты проснулась ты что спишь то на полу на кровать надо ложиться слушай пускай она ляжет поспит сейчас пусть попьет воды куда водички еще еще глоточек еще глоточек давай давай мне уже может обезвоживание произошло обезвоживание организма дайте дайте накройте под голову подушку принесите Макс принеси подушку внизу под голову бегом короче мадам конфье лобо потому что она кашу не ела нужно есть мы тебя спасли тихо тихо все делись не мешай я хотел как принц поцеловать не мешай ты лежи здесь нормально жива вот тебе вода здесь смотри если надо будет попить попей все лежи отдохни кто тебя не трогает пусть лезет сейчас подушку принесу а ты опять не упадешь в обморок тебе нужно срочно есть спасибо за это спасибо за это я же плохого не советую давай еще глоточек ну вот это слышишь это ну блин ну сама же говоришь все на эмоции к чему а если она понимаете так нельзя поступать кто вы следите за нами люди падают в голодный обморок это же не шутки вы понимаете что творится с людьми вы что творите вы что делаете вы что делаете когда это все закончится мы голодные мы хотим есть те люди падают в обморок голодный кто вы смотрите на нас следите за нами зачем вы нас сюда закрыли зачем чтобы вы здесь сдохли с голоду да вы же понимаете что это не останется просто так вы будете наказаны за это все кто всегда мои очки вешать вон туда да это круто нравится пусть так я сяду хорошенько это попросить Милана у вас есть что-нибудь поесть хотя бы едите нужно человеку поесть понимаете ей плохо она упала в голодный она вчера не ела кашу и не слышала чтобы она хотела есть и хотя бы меня попросила я вас прошу очень пожалуйста вам принести Екатерина да и меня принеси и мне тогда люди падают в обморок у вас спасибо Милана что ты сидишь тебе каша не нужна ну что ты сидишь ни бенни ни кукарику сказал уже кашу что сказал ты просто сидишь ничего не говоришь да ладно ну он странный ну что ты едешь ну на самом деле он не просто странный мне кажется он что-то знает тоже ну давайте давай без наездов ну давай вот аккуратненько спросим ты что-нибудь знаешь ну что я знаю короче у Миланы есть еда я играю ну это еще вчера было понятно что у Миланы есть еда давайте без заговоров я вас умоляю только хотя бы чуть-чуть все наладилось только давайте просто это ну просто нормально будем говорить а? слышите? это получается мы сейчас поедим? это получается мы сейчас поедим ладно ксу накормить пойдем-ка перетрым кочу Вася что у вас за секреты постоянно я не секрет ну и дела ну и дела ну и дела я тебя между прочим спасал поднимал тебя а ты весишь то немало знаешь ли ну конечно потому что ты дрыщ он сказал что он сам пришел я в курсе ну а что ты еще вчера а в каком городе в каком городе ты был? в Екатеринбурге он сказал в Екатеринбурге он сказал в Екатеринбурге ты на чем ехал? я вчера выяснял я ехал на на автобусе он мне говорит на каком на автобусе сколько ехал? сколько ехал я это я не помню сколько ехал да как это ты не помнишь сколько ты ехал ты вообще нормальный? давай вспоминай уже я ехал ну сколько ехал час два день вот он и так же вчера отвечал так же ну где-то около часа ну вы помните что около часа ну вы помните что мы в августе попали а сейчас октябрь он может сам ни хрена не помнит а ты прям приехал и в дом зашел сам вот в этот то есть дом в Екатеринбурге находится führянский я то попал как вот recuerачивается я прокачивался вышел ты нормально поговорить сможешь без своих прокачиваться гамать хоб��ать нормально поговорить но знаешь что создаётся такое впечатление братан что ты что то знаешь но ты включаешь дебила дурака и не выдаешь никакую информацию потому что каждый сюда попал по каким то своим причинам да ты говоришь что ты сам сюда попал ты нормально поговорить можешь а слушай если ты нормально не начнёс говорить мы же все равно вытянем из тебя эту информацию. Ты это понимаешь? Я понимаю. А как тебе нормально? Я не знаю. Нормально поговорить по-человечески. Без гамот, без херамот. Просто по-человечески поговорить. Макс, ты можешь просто рассказать подробно, почему, что ты делал, что произошло и как ты пришел сюда? От самого начала подробно. Чем ты занимался? Я не играл, да? Ты не играл. Своей едой, при том, что отношение ко мне. Для одного слова вековец объяснил. Почему? Тебя отравили? Нет, не отравили. Возможно, у меня стресс произошел, и я сознание потерялся. Потом из-за этого я проснулся. То есть, как бы вот так вот мне нравится. Нравится? Вот так вот, да? А потом я гляжу, там что-то... Да. В мониторе, короче, да, мне там прислали. Да. Вот, я прочитал, потом бац и... Выбежал, да, из поездки. И... 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 Понимал... Автобус поймал. Какой автобус, скажи? Икарус большой? Нет. Маленький. Маршрутка? Газель? В среднем. Какой номер? Номер там не было, потому что он типа ехал, короче. Как-то не было. Ну, номер было написано. Да, оно было написано. Довезем. Че, ты издеваешься-то, да? Прикалывайся. Не, я тебе серьезно. Ох, довезем было на автобусе написано. Довезем. То есть, вот так вот было написано. Да? Да, че вы на него ругаетесь, нормальный пацан? Че, нет? Вот, ну смотри, одинаково рассказывает. Нормальный пацан, все рассказывает. Я ж все объяснял. Ну, все нормально, рассказывает. Че ко мне какие-то... Да, конечно, че, какие-то проблемы. Вот, он доехал, короче, да, я высадился и здесь оказался. Да? То есть, мне подсознательно пришло, что я должен здесь быть, все. Вот и все, че такого? Подсознательно пришло... Вот, скажи, че ты понял? Ну, ничего не понял. Подсознательно пришло? Ну, что я должен здесь оказаться? Ну, грибка пришла, кстати. А ну, встань, на секунду. Ну-ка, встань. Я-то здесь, видишь? Ну-ка, встань, не сюда. Ну, все. Так, смотри. Ну-ка, вытяни руку вперед. Ну, вытяни. Блин, нифига ты вообще... Высокий какой. Вот, а я... А до потолка достанешь? До потолка достанешь? Ну-ка, рукой. Просто рукой достанешь? Ни-кирайся. Смотри. А теперь нормально можно сказать, как ты сюда попал? Просто спокойно, мы тебя не убиваем. Ты сидел? Пока что. Или стоял, играл? Потом... Сидел, я сдал. Потом номер, отключился. Потом резко так встал, лак и ручил. Увидел, что там сообщение ушло. То есть тебе вообще сидеть на месте нельзя? Тебя вырубают, да? Ну, бывает. Да, но тебе поэтому надо двигаться постоянно, да? Вот почему ты все время двигаешься и чем-то занят. Слушай, братан, а спрашиваю по делу. А номер автобуса какой все-таки был? Ну, ты... Какой номер? Я полечу. Я не бью. Я не бью. Ты видишь, что я его бил, братан? Я сегодня бью. Я же с ним играю, как всегда. И мы же играем все время по снегу. Нет, да? А номер автобуса? Ну-ка, скажи мне номер автобуса. Простите, да? Номер автобуса, скажи. А? А так ты будешь? Я так... Ну, ладно, все. Бить не надо никого. Все. Бить не надо никого. Номер автобуса какой? Ты с чего вдруг решил, что ты можешь себя так вести? Да, ну, возьмай. Ты помнишь, что номер автобуса? Да везем, говорю же. Подождите, вы на него посмотрите, он же задрот. Ему нельзя на месте сидеть, он двигается все время. Вон, ну, фаршип. Это игра? Ты что, в игры играешь компьютерные? Да? Он никогда на месте не сидит, понимаешь, он все время двигается. Да он пальцем сидит двигается. Ты постоянно прокачиваешься, да? Да, все время. Он двигается, у него даже позиция. Ты давай иди заряжайся, а то ты подсел что-то, ну? Ну, надо мне так все. Давай. Вот я тебе даже, как ты там делал? Вот так, да? Вот, держи. Да не буду меня лагать начинает. Да, заряжайся. А я-то здесь не... Короче, я так понимаю, он рубился в что-то, да? В какую-то игру. Так. И вырубился. В смысле, отключился? Ну, типа уснул. Ну, так бывает у задротов, да? Да, я тоже, бывает, играю ночами в доту, там, во вторую доту, но я умею играть. Только в эту игру и все, больше ничего. Ну, и что? Вот. И бывает, вырубаешься, короче. И все, и заснул. И, видимо, что там тебе, что-то, 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 что-то тебе призвал? Нет, там, смотри, еще. Что? Вот, там была, ну, там, то есть, я услышал, да, то есть. Услышал? Не услышал, увидел. Увидел? Где? Ой, я теперь слушал. Подожди, подожди, тебе, типа, на компе ты проснулся, у тебя на компе, типа, адрес какой-то, задание или что? Ну, да, что-то увидел, вот. То есть, ты проснулся, а на компе что-то ты увидел? Да. А что там было написано? Ну, там, для того, чтобы что-то сделать, он там прокачался. Вот, ну, это для того, да? То есть, это тебе пухарь на эту информацию? Что-то прокачаться? Что это значит? Короче, ему на комп пришло сообщение, видимо, на почту или куда там. Иди, типа, иди, куда-то качайся, да, иди пошел. Да, я поэтому, знаешь, вспомнил, то есть, да, что нужно сделать. Потом я сел на автобус, да, иди. То есть, ты сел на автобус, почему? Потому что там было в этом задании, которое ты увидел, или что? Милана, Милана, можно, пожалуйста, одеяло? И если как-то, можно, чтобы на счетку найти? Да, вот и в этом здесь я. Получается, это ему кто-то прислал, типа, задание, зная, что он геймер, что он послушается, увидит. Его тоже сюда специально послали, только он думает, что его не специально послали. Да, он думает, что он сам пришел, а его заставлять не надо было. Видимо, кто-то знает, как ему, что ему сказать, чтобы он пошел рубиться. Ну, хоть какая-то информация. Да, ему сказали, иди, качайся, да? Ну, да. Да, да. Не бойся, Милана, она тебя не видит. Не бойся, Милана. Сладьтесь, хорошо. А, заходите к этому? Не бойся, Милана. Все хорошо. Почувствовала, кстати. Максим, почему нет? Все хорошо. Нет, посмотри, а дальше-то что будет? А что будет? А дальше почему я здесь... Я выжлобную? Милана, пожалуйста. Да, Милана, мы умоляем. Можешь, ты сам пришел, да? Пожалуйста, дайте нам где-то немножко гортичку. Одному человеку, хотя бы, одному человеку. Ну, как-то я, казалось, что-то полный. Для вас очень хорошо. Будьте милосердны. Катерина, как только она подойдет... Я тоже на полу, оказалось. Ты попросил у меня, где-то, и я увижу, что она искренне хочет моей помощи. А, нет, я вас прошу. Я вас прошу, очень прошу. Дайте мне, пожалуйста, зубную щетку. Дайте мне, пожалуйста, зубную щетку. О, если она попросит ласково и на-на-на... Я не попросила вежливо дать, пожалуйста, зубную щетку. И что, она разворачивается, уходит. Это она мне про вежливость будет рассказывать? Охренеть просто. Это что такое, дочек? Все тут тупо просто нереально. Бред какой-то. Попросить вежливо. Я хочу почистить зубы. Нет, если нас сюда закрыли, как она говорит, но ненадолго, то хотя бы элементарные средства гигиены ежедневные нам должны были предоставить. Да, она же сказала. Теперь вы можете исходить в воде. У нас обморочек терпеть. Что такое-то? Блин, ну что ты... Зачем ты входишь? Зачем ты поднялась? Я сама. Ты здесь? Надевай на ее. Я тут все. Так, давай нахрен. Воды, воды. Вась, Вась, тихо, тихо, тихо. Руки, 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 руки. Есть? Мы все умрем. Круто. Ничего не вытяну. Просто... Нет, да, нет, дай я сделаю. Возьми ее сюда за руку. Подожди, подожди. Да вы что, ребят? Ну это уже не шутки. Второй раз в оборок человек падает. Нужно срочно есть. Еда нужна. Взял? Подожди. Давайте я помогу. Давай. Раз, два, три, понимай. Тихо, 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 тихо. Входи. Аккуратнее. Нашатырь, Милана, пожалуйста, Милана, вы где? Да мне кажется, это уже бесполезно, я просто надо поесть. Нашатырь сейчас надо, чтобы как нам придет себя? Только Нашатырь. Ты понимаешь, что тоже принцип оказывается у Милана. Она на последнем избегании. Она сказала, если пока сама все не попросит, она еды не принесет. Неужели она не видит, что она такая жестокая? Неужели она не видит, что человек в обмороке? Подождите. Давайте попробуем, я знаю. Ребят, у них пульс вообще слабый. Секунду, секунду. Есть такая китайская... Сейчас я попробую ее пить. Пульс вообще слабый. Спокойно, спокойно. Пульс в груди вот здесь надо. Нет, это не в области груди. Сейчас. Кого что? Сейчас попробуем. Я... Ребят, пульс вообще слабый. Я... Очнусь. Это специально для мозга. Это лисайская техника. Специально. Когда мозг отдает импульсы, что человек с ним станет, будет хорошо. Вот так все надо идти. Я очнусь. Я очнусь, да. Вот. Отлично. Отлично, хорошо. Сейчас ей будет легче. Смотрите. Я помню технику в гудейской храни. Это чем? Все, она очнулась. Ой. Фу, слава богу. Очнулась. Так хорошо. А это что за техника с гудейского храма? Да, ну это еще. В 92-м я ездил в Китай. Ты жива? Тебе. Слышишь нас, слышишь? Не слышишь. Мы здесь. Здесь стало легче? Поесть можно. Сейчас, подожди. Нужно позвать Милану, чтобы ты попросила. Тогда будет все в порядке. Только... Ну, поверь мне. Ты прям, Белошу, ты вообще бессердечная. Да, при чем здесь это? Ты либо о своей жизни подумай. О своей жизни подумай. Просто нормально ее попроси. А? Милана! А спустись, пожалуйста. Здесь Ксю хочет кое-что тебя попросить. Не хочу ни о чем ее просить. Ты что, издеваешься, что ли? Ну, устаётся, я умираю. Это броневая, вообще-то, девка, конечно. Издевается, что ли, с меня кофта. Ну, сейчас я пойду позову. Нет, пускай... Слушай, халатик. Пускай ты... Пускай ты сволочь, которую она здесь держит. И пускай смотрит, как я умерла. Она захотела меня отстудить. И пускай смотрит, как я умираю. Нравится? Нет, она говорит, через сколько-то времени мы должны что-то узнать? Но это время мы как должны здесь быть? Без еды, без воды? Не умыться, не помыться? Програчивайся, пожалуйста. Как мы должны это быть время здесь? До того, как мы что-то должны узнать, как она говорит. Вообще, я уже ей не верю. Она сказала вчера, что недолго. Уже вторые сутки пошли. Слушайте, Кочи-то не придет. Не придет, не придет. Давай я умру сегодня. Ну, оно может быть, конечно, и к лучшему. Но, конечно, я против, чтобы люди убирали. Такая она бледная, смотри. Значит так, смотри. Слушай, в нас есть стручковой перец. Ты что, больной? Боля, жди. Это острый перец, он ей сейчас все сожжет, весь желудок. А если чуть-чуть ее, да? Давай чуть-чуть перца дай. Чуть-чуть перца. Возьмешь, ешь, а ее ожидаю. Ну, ребята, вообще нормальные. Это острый перец, он ей сожжет сейчас все. Я говорю, по чуть-чуть ей дай. Острый перец, по чуть-чуть дай. Ты вообще в сгуме? Слушай, ну, еды нету нигде. Надо хоть что-то найти. Хоть что-то. Перец какой острый. Нет здесь ничего. Острый перец. Может кто-то зашкерил, когда очнулся в первый день. Кто-то заныкал куда-нибудь еду какую-нибудь. Скажите, ну, может же такое быть. Какая еда без телефонов, без сумок. Какая еда? Слушай, а это что, мертвая мышь? Подожди. Подожди. А если просто чуть-чуть кусочек мертвой мыши, она же уже сухая. Она сухая, смотри, иди сюда. Увери. Подожди, смотри, маленький кусок мертвой мыши. Если ее растолоть, и просто как порошок едать. Не трогай руками, это зараза. Да какая зараза? Смотри, вот она маленькая. Видишь? Что, Кирилл, мама? Да не бойся ты всю. Давай чуть-чуть. Убери. Я же разотрем на мертвой мыши кусок. Ты что, больной? Ну нету больше еды. Перцом ты ее кормить не хочешь. Давай разотрем чуть-чуть кусок мертвой мыши. Ну куда она востоку не может? Подожди. Есть какая-нибудь? Она маняет. Сууу. Ты что делаешь? Высокие-то колонии. Вот здесь. Дуна, она гниет чуть-чуть. Если ее чисто продавить, это нормально будет. Поверьте мне. Люди с головой. Хорошо будет. Хвост, хвост. Нахрен, Васич, выкинь эту дичь отсюда. Да подожди, хотя бы хвост. Ладно, если хвост... Ты что вообще по одном? Подожди, вот. Я открываю хвост. Вася. Подожди. Ты что, вообще вальше? Я сейчас намажу тебя. Вася, выкинь, ну по-братски. Она умирает в голову. С ней пусть умрет. Выкинь эту мышь. Ты понимаешь, с головой, послушай. Ты серьезно? Да. У нас нет даже мыла. Ты как сейчас руки будешь выть? Надо накормить человека, чтобы он с голоду не умер. Ты что, это реально заразно? Ты дурак. Это заразно, серьезно. Это заразно. Это микрофон. Давайте, давайте, подожди, мы можем ее в кипятке сварить. Вообще, в своем уме. А почему нет? Почему и в кипятке нельзя сварить? Сушеную мышь и мусорку. И мой руки срочно мылом кипятком. Да, серьезно, это не шутки. Они очень болезнен много переносят. Они переносят желтый, гепатит. Они переносят... В конце концов, ты можешь защитить. Ну да, подвони. Как теперь будет? Руки, руки, ни до чего не прикасаться. Ни до чего не прикасаться. Нет, 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 иди руки мой, серьезно. Ни до чего не прикасаться. А вот знаешь, теперь я могу сделать то, что давно хотел. Теперь ты боишься меня, да? Страшно тебе? Я? Ни грамма не боюсь. Печь, печь, азербиган. Что там? Вода. Вода, стакан. Непонятно с чем. Подожди, с чем там вода? Не знаю. Нельзя это пить. Осадок. Сода? Соль? Не знаю. Какой вода? Вдруг это отравлено? Зачем ты это делаешь? Что это? Васич! Соль. Помой руки по-братски. Хорошо с мылом. Если есть у Миланы мыло. Ни чего это стакан, я не пойму. Я не буду это пить. А я думаю, что тут воняло в углу. Вчера весь день тут воняло, я сидел. А там моё ж дохлое было просто. Сколько это может продолжаться? Я уже не могу. Миланы поставила? Не знаю. Можно сказать. И что делать-то? Он сейчас помоет руки, но без мыла. Это инфекция ходячая будет ходить. Да, мышь. Я умру сегодня. Ну, ты бы могла по-человечески поговорить с ним и не умереть. Я не собираюсь у меня. У тебя нет в тени человечности, да? Потому что она непонятно кто. И я ничего не буду, но у неё просим. Пускай она смотрит, я умираю. И моя смерть будет на её совести. Понятно? Если она такая человечная, то почему она мне выйдет и не даст еды? Почему она не укрыла нас ночью? Если она такая человечная, если вы все говорите о том, что она такая вся хорошая, и пританцовываете перед ней ни с того ни с чего. Если она такая вот вся классная, божественная, то под идею милосердия. О чём здесь можно говорить? Если она смотрит, как я мерзаю ночью, и как я сейчас умираю тут на этом сраном диване. Дело не в милосердии. А в чём? Дело в том, что она единственный здесь человек, который чем-то обладает какой-то информацией. Она хоть как-то нам помогает. Да? Это раз. Во-вторых, её видел Вась Васич, её видела Лия. И она нас сюда позвала. Если бы и надо было нас как-то убивать или что-то, она просто бы это сделала. Вот, камера шевелится даже, видишь? Да мне плевать. Потому что кто-то наблюдает, и вряд ли это Милана делает. Да? А откуда ты знаешь, может она сидит в какой-нибудь в контейнере или в трейле, где там в машине, и смотрит на нас как-нибудь. Да, тут даже выхода нет. А сюда она приходит и играет, типа милосердие. Да она в одной и той же одежде ходит. Она даже не уходит никуда, она босиком всё время. Да помыл. Чем? Чем, всем, с водой, больше нечем. Мы просто ищем нервным путём что-то. Слушай, возможно даже не в пусте, что здесь происходит. Давай я сейчас просто... А может, и Ва уже эту мышь? Давай я её сейчас просто... У меня есть зажигалка, я её поджарю на зажигалке, и всё. И тогда все микробы уйдут. А откуда у тебя зажигалка? У меня была зажигалка. Сейчас я её освежу. Ты чё, Вась? Да ладно вы чё? Чё ты делаешь? Мышь, мышь хочу... Нет, там нет мышь. Он сейчас будет. Покажи. Ну как, сделай. Иди в жопу. Ну прости, Вася, вы хотите... Простите, руки хоть помыли, потому что для меня это тоже не шутки. Прости. Я бы не смехила тогда. Ты помыла руки? Ну я помыла просто водой, мыла, нет никакого. Блин, ну нет, пожалуйста, не прикасайтесь к Вась-Васьчу руками, это серьёзно. Это не шутка. Если Вась-Вась в течение недели откинется от... То есть я... Ты ничего не трогай руками, Васич. А чё вам эта мышь? Ну я серьёзно говорю. Вы просто не голодали, реально не голодали. А ты ел мышей? Да, ел мышей. Но я их при этом очень хорошо готовил. Понимаешь, что никто и не понимал, что это мыши. Потому что не я один их ел. Ну когда я говорил людям, что это мыши, они, конечно, сначала вас бухали, но потом понимали, что ничего с ними плохого не стало. Ты говоришь, мы просто отравились подо мной. Это из-за этого на тебя ствол направили? Слышь, братан, я уже жалею, что и так много чего говорю. А то я смотрю, вся информация против меня как бы... Ну тут... Ну знаешь, издеваться над сухой мышкой, это странно. Да на сухой воду человек погибал. Ты вот кто-нибудь и за хуй какую-то еду нашёл. Издеваться над животными, это вообще как бы только конченые люди так делают. Слушай, а я смотрю, что бы всё в порядке. Что-то ты как... Нет, всё равно не всё в порядке. Да? Но просто трогать труп мыши и накормить людей, или вообще издеваться над животными... Я тебя хотел спасти, дурында ты! Да делают только конченые люди. Всё понятно, короче. Ну и всё, и чё? Ничего. Мы опять не выяснили, жрать я по-прежнему так же хочу. Спать не на чём. Ничего не меняется. Мы убрались, кстати. Она сказала, даст нам ключ. Подсказку ключу, если мы уберёмся. Это ваша Милана не такая уж и хорошенькая, как прикидывает. Я не понимаю, почему бы её... Чё она не даёт нам подсказку ключу? Катя, можно я скажу? Почему вы её захищаете? Это я сказал, что она даст ключ, что мы выйдем. Я наврал. Зачем? Чтобы ты успокоилась, у тебя бы появился мотив, и мы бы убрались здесь быстренько и не возмущались. Итог? Никакого итога. Тут чисто и пусто. Как ты сказала, как лохов нас кинули. А чё это за херня? Это вода. Она, возможно, отравлена. В ней стакан. А вот это что такое? Где? Вот внутри. Она пришла из золь. А это... Из печи. Она пришла из печи. И там кто-то плавает. А мы не знаем, кто это нам дал. И я не знаю, почему вы пьёте. Чего? О, вот по сердцу пришло. Милана, что-то может быть стакан с печи. Вот мы с ней достанем. Я умираю. Мне нравится. Что там? Я не собираюсь попить. Очищение, отвлечение. Я собираюсь это пить. Понятно? Может, ты бы ж я туда насыпала попить. Мы шеи травишь. Если бы я хотела как-то тебе навредить, можно ты это самостоятельно? Да, конечно. То что было бы? Я бы навредила тебе. Что делала бы? Да, нет. Ты делаешь это медленно. Сначала ты заставляешь меня замерзать. Сначала ты заставляешь мне пить какую-то отраву. Потому что ты не даешь еды. Что? Я продолжаю. Я продолжаю. Что будет в следующем шагу? Ты очень плохо. Я даю лекарства. Лекарства выпить. Я буду пить эту непонятную воду с каким-то порошком. Мы просто ели все эту кашу. И теперь вы все заодно с ней. А я вчера эту кашу не ела. Я только ее попробовала. И я вижу трезво все. А вы одурманены чем-то. Такого лекарства нет, чтобы так долго было одурманено. У меня одурманен. Спасибо, что у меня есть. Умных не падает. А ты его пропалишь. Да. Поэтому тебе кажется, что все враги вокруг. Потому что голодная и уставшая. Так всегда наукой доказано. Человек, который не высыпается, видит во всех окружающих врагов. Да. А из-за кого я не выспала? Потому что она не дала одеяла. Ничего нет. Она прекрасно знала, что мы здесь останемся. Она изначально знала, что нас никто не заберет. Ведь так? Я вам об этом говорю. Да. Она изначально знала, что нас никто отсюда не заберет. И она как бы ничего нам не дает. Скажи, а ты можешь съесть ветку розмарина? Почему? Ну, чтобы ей полегче было. Чтобы ее розмарина. Сумасшедший, как будто ты застал. Ей можно есть ветку розмарина? Не буду я есть ветку розмарина. Я тебя накормлю, если ты... И пить я тоже не буду. Ну и что? Ты, Ксю, пей лекарства. Пропей. Надо. Посмотрим, это надо. Если я... Угру. Что, издеваешься, что ли? Что? Сумасшедший,는... Этой Sesвы. Той ее, нервя? Субтитры создавал DimaTorzok